Всем привет! Очередной видеоподкаст для плейлиста «Кухонный философ». Не нужно мастерить весла, если они не соприкасаются с водой. Как это ни странно, но это не пустой статус из социальных сетей. Эта сентенция реально работает для большинства читателей. А вообще для всех читателей и слушателей. А лично я примеряю ее непосредственно на себя. Всегда. По крайней мере, очень стараюсь это делать. И действительно, если проанализировать все те процессы и итерации, которые мы производим ежедневно, то можно увидеть, что огромная их часть никак не способствует тому, чтобы приближать нас к нашим целям. Или даже решить первостепенные задачи. Но это еще не все. Очень часто нам кажется, что мы сфокусированно работаем над какой-то задачей. Делаем много того, что в нашем понимании является подготовкой. То есть мы готовимся, готовимся. Иногда это занимает основную часть времени. А потом оказывается, что все это не нужно. Не понадобилось. Как в том анекдоте, в котором грибник взял и подобрал на дороге коровью лепешку. В надежде на то, что может быть она ему где-то пригодится. А через год он принес ее обратно, положил на место. Знаете почему? Потому что не пригодилось. К чему это все? Да к тому, что, как мне кажется, нужно максимально опродумывать разумную необходимость того, что нам по-настоящему нужно для достижения целей. А затем регулярно проводить ревизию того, что мы делаем. Ну, банально, да? Но на самом деле, так только кажется, что это банально. Никто этого не делает. Ведь проблема тех людей, которые постоянно не успевают и не достигают целей, даже при том, что вроде бы работают в своем проекте, не погладая рук, в том, что они делают не то, что на самом деле нужно, именно для того, чтобы достигнуть конкретного результата. И не нужно оправдывать себя тем, что якобы это, ну, например, прокачка скиллов, тщательная подготовка, очень тщательное планирование. Все это может привести только к ступору перфекциониста и завести в тупик самый классный проект. При том, что имитация деятельности будет просто космическая. Помните, делай, что можешь с тем, что имеешь там, где ты есть. Это говорил Теодор Рузвельт. Вот, собственно говоря, так и надо поступать. Лишнего ничего не нужно. Хочу сказать, что наблюдая за знакомыми, за собой, я понимаю, что в последнее время, из-за того, что у нас избыток информации и избыток возможностей, любые проекты требуют упрощения. Минимализм здесь рулит на 100%. Поэтому минимальное количество итераций только в необходимом направлении. Из того, что нужно. И все будет получаться. Не нужно засорять свои проекты вкусностями, которые, в общем-то, заводят нас только в тупик. Ну и все, друзья. До встречи. Увидимся в следующем видео. Обязательно подписывайтесь на YouTube на мой и на сообщество Кухонный Философ в социальных сетях. Пока. Субтитры подогнал «Симон»